Доброе утро! Какой объем воздуха при нормальных условиях необходимо затратить на сгорание образца, который содержит 54 грамма перита? Ну что ж, с чего мы, собственно говоря, с вами начинаем? А начинаем мы с вами с того, что записываем уравнение горения перита. Перит – это такое тривиальное название сульфида железа. При взаимодействии с кислородом, что такое горение? Это взаимодействие с кислородом, либо с чистым кислородом, либо с кислородом воздуха, как в данном случае. У нас образуется оксид железа и выделяется оксид серы-4. Нам необходимо уравнять данную реакцию. Значит, чем примечательна эта реакция? Обратите внимание, какие процессы здесь происходят. Здесь изменяют степень окисления не два, как мы с вами привыкли, а сразу три атома. Значит, железо у нас теряет один электрон, и у него степень окисления становится плюс 3. Я про, в оксиде железа серы была степень окисления минус 1. В оксиде железа с кислородом, либо с кислородом, либо с кислородом, либо с кислородом. Продолжение следует... 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 Спасибо. Здравствуйте, уважаемые ребята! Здравствуйте, уважаемые ребята! Составьте уравнение горения перита, значит, какой нужен объем воздуха для сгорания образца, содержащего 54 грамма перита. Значит, наша с вами задача правильно написать уравнение реакции. Перит – это тривиальное название сульфида железа-2. Значит, формула реакции перед вами, схема реакции перед вами. Теперь нам необходимо посчитать коэффициенты. Чем интересна эта реакция, чем она примечательна? Тем, что в ходе этой реакции целых два, три вернее, атома меняют свою степень окисления. Железо, которое отдает один электрон, и его степень окисления становится плюс 3. Сера отдает два атома серы. Значит, сера имеет степень окисления минус 1. Видите, отдает 10 электронов, два атома, становится степень окисления серы плюс 4. Обратите внимание, значит, можно здесь писать перенос прямо на два атома. И кислород. Кислород у нас принимает 4 электрона, его степень окисления становится минус 2. Ну, а теперь попробуем с вами уравнять. Что у нас получается? У нас получается, что в процессе восстановления, то есть отдачи электронов, участвуют 11 электронов. В процессе окисления у нас участвуют 4 электрона. Значит, суммарное количество электронов, которые участвуют в этой реакции, 44. Поэтому что нам нужно сделать? Нам нужно поставить коэффициент 4 перед железом и серой и коэффициент 11 перед кислородом. И проверить дальше, как у нас сойдется с вами баланс. Значит, давайте с вами попробуем. Итак, мы с вами ставим коэффициент 4 перед сульфидом железа. Мы с вами ставим коэффициент 11 перед кислородом. Здесь перед оксидом железа мы ставим коэффициент 2, потому что два атома железа уже входят в состав оксида. И дальше мы с вами просто проверяем по серии, и у нас получается, что образуется еще 8 молекул оксида серы. Итак, с уравнением реакции мы с вами определились. А теперь нам нужно с вами рассчитать количество, собственно, воздуха, которое потребуется для сжигания. Что нам известно? Нам известна масса перита, а значит, мы можем найти количество вещества. Для этого нам необходимо массу перита разделить на его малярную массу. Можно считать здесь округленно. Значит, у нас получается, что количество вещества перита 0,45 моль. А дальше мы, собственно, по стихиометрии, с учетом стихиометрических коэффициентов, можем посчитать, какое количество вещества кислорода у нас вступит в реакцию. У нас получается, значит, коэффициент, обратите внимание, да, 11 четвертых умножить на количество вещества перита. Итак, считаем, получаем количество моль кислорода, который у нас задействуется в реакции. И дальше пересчитываем, собственно говоря, на объем. Значит, у нас таким образом с вами получается, что объем кислорода составляет 27,72 литра. И пересчитать объем воздуха, вот объем чистого кислорода, достаточно легко. Для этого нужно разделить объем кислорода на объемную долю кислорода в воздухе. Я полагаю, что все-таки с уроков химии 8 класса или же с географией мы помним, что в воздухе у нас содержится 21% кислорода. Значит, в расчетной формулы мы с вами проценты не пишем, мы пишем доли единицы. Поэтому обратите внимание, мы подставляем не 21%, а 21 сотая. И получаем 132 литра воздуха. Значит, итак, ответ на то, чтобы сжечь 54 грамма перита, нам потребуется 132 литра воздуха. Второе задание несколько посложнее. Значит, сероводород пропустили через 200 грамм раствора сульфата меди-2. Массовая доля меди известна в сульфате. Необходимо вычислить массу осадка, который выпал в результате этой реакции. Ну что ж, что у нас реагирует, мы знаем. Значит, нам надо написать уравнение реакции. Сероводород – это у нас будет первое реагирующее вещество. Сульфат меди – второе. Пишем реакцию. Значит, это будет типичная реакция обмена. И в осадах у нас выпадет, собственно, сульфид меди. Потому что достаточно большое количество сульфидов являются нерастворимыми. И еще у нас образуется серная кислота. Ну а дальше мы с вами, собственно говоря, считаем. Значит, нам известно количество раствора сульфата меди. И нам известна массовая доля сульфата меди в этом растворе. Для того, чтобы вести дальнейшие расчеты, нам необходимо вычислить массу чистого сульфата меди, который принимает участие в данном процессе. Для этого мы массу раствора умножаем на массовую долю сульфата меди. И опять же, обратите внимание, в расчетную формулу мы с вами подставляем не проценты, а доли единицы. Получили, сколько сульфата меди у нас вступило в реакцию с сероводородом. Дальше что мы делаем? Мы рассчитываем количество вещества сульфата меди. Массу сульфата меди мы с вами чистую посчитали. Малярную массу мы с вами легко рассчитаем, имея под руками периодическую таблицу. И получается, что у нас в реакцию вступило 225 тысячных моля сульфида меди. Ну а дальше, поскольку нам нужно определить количество осадка, значит, по стихиометрическим коэффициентам мы видим, если из одного моля сульфата меди у нас образуется один моль сульфида меди, значит, соответственно, у нас из 225 тысячных моля сульфата меди образуется такое же количество сульфида. Ну и теперь нам, собственно говоря, необходимо пересчитать количество вещества в массу. Для этого мы умножаем количество вещества сульфида меди на молярную массу. И получаем, что в ходе реакции у нас выделилось 21,6 грамма осадка. Собственно говоря, что от нас и требовалось просчитать. Как видите, расчет достаточно простой. Единственное, что здесь от вас требуется правильно написать уравнение реакции и не забывать, что массовые доли и объемные доли мы всегда в формулу, в расчеты подставляем в долях единиц, не в процентах. Ну вот на этом я хотела бы с вами попрощаться.